Здравствуйте, дорогие мои! Наступают холода, природа окрашена в огненный рыжий цвет, и пришло время вернуться к нашей старой доброй традиции – просмотр старых видео. Сегодня мы вернемся в сериал, который начали смотреть еще в 2018 году. Проклятие на улице Вяза. За то время мы посмотрели 4 серии, но впереди есть еще целых 18. Звучит страшно, я знаю, но пока эта чертила не весит 500 гигабайт, я спокойна. А знаете, что есть на протяжении почти половины этого сериала? Интраканала! Думаю, нужно отдать дань уважения этому творению бога и вернуть его на канал хотя бы сегодня. Отлично! Теперь, когда вы точно знаете, кого смотрите, нам стоит освежить память. А еще лучше заглянуть в мой телеграм-канал. Периодически я пощу туда всякие прикольщики, новостные или разговорные посты, или же что-то из жизни. Да и в целом я там активнее, чем где-либо еще. Так что заходите, будем ждать вас. Напомню, о чем же этот сериал. Три главные героини. Классика жанра. Мэри, Трейси, Джейн. Жизнь обычных девочек перевернулась с ног на голову, когда выяснилось, что улица одной из них была кем-то проклята. Позже это немного изменится, и окажется, что проклята только семья Мэри. А сделал это некий мэн-чайлд, которого сожгла приемная семья. После девочки страдали от странных приколов со стороны этого духа и сейчас ночуют в лесу. Нахонь как удобно появившейся из ниоткуда кровати. С этого мы и начинаем. Девочки, вставайте. Мои петуши, это злороди. Серьезно. С первых секунд вы решили осквернить мой слух. That's harsh, girls. Понимаю, что надо предотвратить ее. Хуже там мода использовать заковыристые слова, невзирая на то, как тяжело нам не давалось. Итак, как же они будут предотвращать проклятие? Просто давайте идти немножко побыстрее. Звучит как план. Не забудьте только отправить это сообщение пяти людям, поцеловать маму и съесть джука. Девочки спокойно двинулись дальше. Но буквально кадр спустя Трейс начала нагонять панику. Я вообще не выдержу тоже. Но главное не это. Ведь на сцену выходит новый персонаж. Ака недавно купленный пэт, которого я в то время начала опихать во все щели. Аккуратнее. Это что, айси референс? И заплопнуть. Во-первых, ни разу не подозрительно. Во-вторых, позже окажется, что этой кошке явно за 30. Но она разговаривает с этими рандомными 13-летними девочками из леса, как со своими сверстниками. В-третьих, опять же, ни разу не подозрительно. Именно поэтому они поплелись за ней. Вам не кажется, что это западня? Нет. Вообще-то, в этом месте мы уже были. Здесь были колья, между прочим. Алина, нет! Это должны быть разные локации. Не пали. Ты уже свихнулась на том, что ты вся такая главная. На тебе все должны помешаны быть. Что? Стоп. Нет. Что? Когда? Где? То? Да не было такого. Не вкидывай булча, ты бы без того хлипкую конструкцию. Она ведет нас туда, куда мы пришли. Ведь мы из моей комнаты сюда попали, помнишь? А, то есть вы шли не пойми куда, но вы знали, что стоит вернуться назад. Однако не делали этого, пока какая-то рандомная кошка не пришла и не повела вас назад. Осталось только сюда зайти. Да, в микроволновку. И да, Алина реально хотела снять, как они заходят в микроволновку. Неподозрительная кошка приводит их в неподозрительную ловушку. А я ору так, что все соседи вокруг наверняка думали, что у нас там реальный криминал происходит. Ты пойдешь салат? Опять что ли я на этом вонючем островке? Нет, это разные локации. Я вам говорила, что это не к добру, но нет же, она просто нас ведет к выходу. Просто надо что-то придумать. И вы даже не извинитесь перед ней. Девочки, я тут поняла кое-что. Алло, я драму пытаюсь строить. Можно не кряхтеть? Дух не хочет, чтобы я так легко умерла. Он хочет, чтобы я по большей части мучилась от проклятия, чтобы вы мучились. Что ж, мы имеем примерное понимание того, что делает этот мужик. Ему просто скучно и он мучает в девах. Окей, допустим. Они решают, что единственным выходом из этой ситуации будет сыграть вопросумов. Мэри, похоже, немного увлеклась и, судя по звукам, реально задушила себя. Вон они там. Они вообще живые. Можно заметить, как мы немного хихикаем в стране и через силу все это говорим. Дело в том, что во время съемок этой сцены мы очень много лажали и не могли сосредоточиться на всей серьезности момента. Дух, не думая проверить пульс или банально пнуть их, решает, что тебе отбросили коньки. Из-за чего убивает розовую кошку взглядом. После чего она тоже становится духом. Типа, потому что ее убил дух и тебе это передалось, как какой-то вирус? Или в этом мире ты априори становишься духом после смерти? Впрочем, она, похоже, и до этого какими-то мистическими силами обладала. Учитывая, что она без проблем выпрыгивает из этой глубокой ямы. Что? Дух просекает, что они притворяются. И без лишних понтов крадет Мэри. А остальных решает затопить. Итак, девчонки находятся на дне ямы. Вся поверхность покрыта электрическим барьером, что ли. А яма постепенно заполняется водой. Что в скором времени приведет к плачевному итогу. Как же они выберутся из этого? Они просто пробежали сквозь электричество, промокшие до нитки. Так, в чем был смысл? Минвайл, дух взял Мэри в заложницы. Зачем-то. И вместе они решили смотаться в российский ТВ-сериал. Ты пойдешь туда, куда я тебе схожу. Я никуда не пойду, пока не поем. Закрой свой рот, ты идешь со мной. Нет! Кстати, посмотри, там уже почтенчика нет. Да, мы слили воду, пока снимали прошлую сцену. Однако к чему эта необходимость акцентировать внимание вообще на всем, что меняется в комнате? Розовая кошка восстает из пепла и величественно заявляет, что теперь она one of the good guys. Теперь я поняла свою ошибку и не надо мне тут приказывать. Я могу такое с вами сделать, я теперь дух. Да, ты можешь пройти сквозь них. Видать, в этой вселенной становление бестелесным призраком делает тебя колдуном или богом. Удобно. Думаю, прозная об этом простой люд, массовый русском надзор было бы не избежать. Дух прознает, что кошка тоже стала духом и начала помогать девахам. Из-за чего он меняет свои планы, суть которых я так и не поняла, и собирается уводить Мэри. Да, упирается. И дух, хоть и строит из себя непреклонного, все же подчиняется ее прихотям. Это могло бы быть частью развития персонажа, но нет. Многого хотим от детей, которые играются на камеру. Что? Ну, они же были здесь! Откуда ты знаешь? То есть, если ты знала, что они были здесь, то ты должна знать, где они сейчас. Нет? Ты знала, где они, потому что ощущаешь духа своими духовными силами? Или из-за микрочипа, который ты налепила на девах в лесу? Вот они, кстати. Это как бы должно быть поворотом, но больше упущенный потенциал. Даже если второе, то как ты их отслеживаешь? Как же много вопросов. Почему я сама свои же сюжеты не понимаю? Ну, блин, блинский. Ты можешь идти. Что? Ты можешь идти. Что ты хочешь, мужик? Мучить? Убить? Взять в заложники? Жениться? Твои подруги в опасности. Так, стоп. Новая теория. Этот дух на самом деле гайд. Он просто пытается научить их дружбе, ценить свою жизнь и вот это вот все. Отныне я придерживаюсь такой мысли, чтобы идея казалась менее беззубой. Я ждал тебя. А теперь я справлюсь с тобой. Ура! Схватка двух персонажей. Двух призраков. Заложников злой судьбы и детских рук. Если что, в детстве я очень любила мультик про ниндзя, что крутили по Джетиксу. Там было много интересных боев в таком же стиле. Да, вы правильно поняли. Я говорю о Пуко. Поэтому дух максимально быстро убивает оппонента без монологов под грустную музыку. Так вот, мы показали, что духа может убить только дух. Что значительно усложняет задачу для главных героинь. Они возвращаются домой к мэри. Не важно как, не важно почему они не разошлись и как долго выбирались. Они просто здесь. И розовая мертвичина теперь может приходить к ним только во сне. Предупреждая об опасности. Спасибо, а то мы не знали. Довольно очевидно, что я не знала, как назвать следующую серию. И насколько помню, сначала я пыталась снять ее с Алиной. Но либо мне не понравился итог, либо я не знала, как это разбивать. Честно, я вообще не помню, что там было. Через какое-то время я пересняла ее уже одна. Синхронизация ВО. Она сначала стояла возле двери и говорила, что берегитесь. Ее убил дух. Потом она опять говорила, что берегитесь. Благодарочка за самую дебильную экспозицию в истории человечества. Нет, жизнь приснисся, там была эта розовая кошка, она говорила, что берегитесь. Потом ее дух убила, она опять говорила, что берегитесь, берегитесь. Спасибо. Все, пришло время ставить счетчик экспозиций. Ко всем, кроме Мэри, кошка пришла во сне и показала свою смерть. Мэри говорит, мол, пофиг и... Дальше идет очень интересный момент с буквальным повтором событий третьей серии. Только в этот раз больше психов, словно я старалась поставить рекорд по количеству ора или вроде того. Какого фига? Где мое окно? Прекрати орать! Они застревают в комнате. И тут я даже задумалась. Может, они не вернулись домой? Может, это просто проекция, появившаяся посреди леса? Кто знает? Я уж точно нет. Я ведь лишь это снимала, откуда мне знать. Спустя десяток ора терапии дверь таки открывается. Жень, ты просто спаситель наш! Выходим. Что за черт? Коммершал бейк! Я хотела повторить этого с сериалами, не зная, что они уходят в черные экраны для показа рекламы. Мне же просто казалось, что это круто. У нас не было каких-то пять минут. За это время мой дом превратился в какое-то серое пятно! Вся ночь теперь длится пять минут. Короче, дом состарился и находится в разрухе. Комната начала гореть. Выход из дома также был отрезан пожаром. Talk about reuse assets. Идея состарившегося на глазах дома частично вдохновлена мультиком Bratz, который мне очень нравился в детстве. И этот момент меня тогда действительно пугал. Ты посмотри! Тут серые обои! Тут серый пол! Да о чем я говорю? Тут вообще нет никаких обоев! Да не паникуй! Просто ваш Sims игрок решил перестроить дом и еще не успел поклеить обои, поселить полы и тем более мебель расставить. Где-то здесь пожар, и мы вернемся просто назад. Рейс! Подумай! Мы опять же окажемся возле моей комнаты! И что это даст? В прошлой серии вы возвращались назад no problemo и не слушали Трейс. Здесь вы опять не слушаете ее и отказываетесь возвращаться. Конечно, да, возвращаться назад в этом случае нет смысла, но мне правда кажется, что это просто коллективный буллинг Трейс. Огонь есть, кто рискнет туда пойти. Иди! Все-таки мы же ведь не можем умереть. Иди! Он хочет просто, чтобы мы попали здесь немножко. Что ты языком чешешь? Иди! Мэри идет в огонь, будучи на 100% уверенной в том, что он ей не навредит, так как дух не хочет их убивать. Однако, огонь ее обжигает. Мэри дитморалится, и в следующий раз идет в огонь не с целью от него избавиться или пройти сквозь него, а с целью роскомнадзорнуться, как во второй серии. Из-за чего огонь снова исчезает. Вау, круто, ок. Я продолжаю считать, что мужик просто преподает ему рок из-за разряда Нужно ценить жизнь! Дальше они возвращаются в события третьей серии. Что интересно, я прям постаралась расставить поэтов ровно так же. Перфекционизм уже тогда не давал мне покоя. Девки думают, что они попали в петлю времени. Снова обсуждают вариант вернуться назад. Давайте вернемся в первую серию и отменим сериал, а? Но из очень затянутого разговора приходят к выводу, что возвращаться бессмысленно. Следующим решением становится вновь прожить те три дня. И делать так до бесконечности? I guess? Мы опять, наверное, попадем потом в этот типа дом. Опять придем сюда. Опять придем сюда. Sorry. Нас не было. Yes, yes. English phrases. Yes, yes. Кстати, смотрите. Тут же пол другой. Да. Такой пол был в... Вместе! Мы векали! Вы что, вернулись сюда? Стойте. Тут тупик. Неправда. Там щель между холодильником и тумбой. Прыгайте. Да ладно, мы не в такие странные места попадали. Вот ты вспомни. Лабиринт. Лев страха. Что? С этими диалогами. Фронтир с какой-то, с этими нескончаемыми. Помню вот это. Помню то. А вот ему бы тут понравилось. Ого, это же как тогда. Не знаю, что еще делать, свет потухает. И мы остаемся лишь зеленым прожектором и тенью духа. Мне просто показалось, что такая сцена будет выглядеть очень классно. Однако на стадии монтажа я поняла, что нифига подобного. И еще сильнее запорола и без того плохо снятую сцену. Что уж говорить о том, что из-за родителей дома я не могла заставить себя говорить даже в полголоса и постоянно шептала. Игорь, вы не застрялись во времени. Это просто такая небольшая уловка. Ооо, какой ты милый. Планы свои раскрыл. Гуд бой. Мэри бегала за тенью и в конечном итоге вынесла к чертям стену. И картон помяла. Однако ее верные компаньоны пропали за то время, что она носилась как ужаленная. Плюс стиль. Не хочется плакать. Помните кошку? Так вот, она приснилась Мэри, чтобы ничего толкового не сказать. Как же Бурейчел? Девахи просыпаются посреди ничего. А, нет, простите. Это же место, где были колья! Похоже, когда они исчезли, их просто вырубило. Потом школа превратилась в какую-то комнату из четырех стен. Минвайл дух. Скучно. Скучно. Да, прелестно. Я теперь в белой комнате. Все пришло к своему логичному завершению. Тебя забрали в дурочку. Я что, вам? Человек-паук, что ли? Май гад, это пирот. Алина, как всегда, поймала ее Марину и ее не остановить. Девки ходят не пойми где среди стен. Но мы-то знаем, что это место, где были колья! Там было две стены. То есть, одна стена. Короче, она была невидима, мы не могли соединить. Ну, то есть, встретиться. Дух потрунивает над ними и так, и эдак. В итоге они таки становятся пауками, карабкаются по стенам и оказываются... В ванной! Аллилуйя! Мы дошли до серий, которые снимались в ванной комнате. Кстати, здесь я научилась накладывать эффект реверберации на звук. Прогресс! Мама! Холодная! Холодная вода! Чтобы вы понимали, мы реально набрали холодную воду. Действительно, зачем набирать теплую воду для нашего же удобства? Зрители ведь могут почувствовать холод через экран! Заснув посреди стальных изделий, Мэри оказывается в довольно интересном сне. В самом деле, этот шар выглядит очень мистически, и тема Промисс туда довольно хорошо вписалась. Кстати, счетчик Рью за этой темы тоже надо поставить. Мэри, прошу, послушай уже. Единственное, жаль, что почти ничего не видно, но это неудивительно. Мэри огрызаясь, посылает к чертям кошку, и та отказывается ей как-либо помогать. Все просыпаются под дождем и начинают долго и нудно бродить по этому лесу. Да, леса выглядят именно так. The more you know. Побродив весь день, они устали и проголодались. Впервые за все эти девять серий. И вы же помните, что у них вкачан скилл выживание? Ведь они всегда доверяют первым встречным посреди леса кошкам. Что же они делают? Обнаружив посреди леса тарелку печенья. Стопка свежеиспеченных вафель в лесной глуши. Тебе не кажется, это чуточку подозрительно? Нет, ты все-таки... Я просто... Ты что? Плохой ослик? Фу! Теперь куда мы поедем, нам надо идти дальше. Не удивлю. Затем они утопились. Но не бойтесь, это ведь не смертельно. Мэри снова видит сон. Кошка вновь пришла. Но теперь Мэри не ощущает ее присутствие. Потому что начала потихоньку терять связь со своим сознанием. Кошка говорит, что все равно будет помогать им. Ей можно даже сказать, что это ружье. Типа, вау, продуманный ход событий. И да, и нет. На утро они дальше отправляются в никуда. И после адской мигрени Мэри сбрасывает подруг в пропасть. Превратившись в короля Сомбру? Ну да, я действительно слезала это с его дизайна. Увы, ях, появится он только на одну секунду и больше мы его не увидим. Включаем аннотации и переходим по ссылке. Блин, ребят, аннотации. Почувствуйте себя старыми. Я снимала десятую серию два раза. В первый раз Мэри шла себе куда-то, а Трейс и Джейн нашли ее и пошли следом. Я так и не придумала, к чему все это привести, поэтому днями позже сняла серию по новой. От первой версии осталось только три кадра из самого начала серии. Кстати, десятая серия была первой полностью смонтированной в Вегасе. Тогда я окончательно перешла на него, и впереди нас ждали долгие пять лет любви и ненависти. Забавно, что из-за плохого качества Реземплинг делает картинку более плавной, вместо того, чтобы уничтожать ваши глаза. Неужели Мэри нас закинула в эту яму? Я видела, как она прошла мимо этого. Они пошли искать Мэри, и буквально в следующем кадре потеряли друг друга и заблудились. Джейн застревает в раковине, из которой до этого вылезала уже раз пять, а Тресси встречается со своим отражением. А осколки форшадовый? Надеюсь, нет. Эту сцену я тоже переснимала, так как сначала хотела сделать ее с помощью маски, но не получилось из-за стабилизации камеры. Наверняка ее можно было отключить, но боже. Копаться в настройках тогда явно не было у меня в приоритете. Черт меня, подери, ты опять ты. Хм, я думала, ты уже сдохла. Казалось бы, такой добрый персонаж, но сейчас стоит и желает смерти самой себе, получается. Вау, это довольно крипово. Здесь я решила наложить две музыки. Сначала я сделала это по приколу, типа, а что если? И подумала, что получилось реально прикольно. Можно притянуть, что так я решила показать смешанные чувства Трейс. И, пожалуй, я так и сделаю. Я хочу создать иллюзию, что точно знала, что я делаю. Если подпомнить я идиотка, то что ты со мной ходишь? Хочу. Заняться нечем. Вау, Трейс из зеркала! Герлайф! Трейс падает с огромной высоты, ну, уже не впервой. Вытаскивает из-под душа Джейн. И вот они снова вместе ровно на полторы минуты, прежде чем снова потерялись. Ты не поверишь, я была в мире, где было много времени. I don't care! Трейс попадает на стиральную машинку, прыгать с которой будет долго и больно. Как? Как ты услышала звук удара? Такого маленького камушка, упавшего с такой огромной высоты. Ладно, приму как должное, ровно как и все остальное, что здесь происходит. Вот, правильно. Не знаешь, как выбраться? Ложись спать. У нее случается ментал-прейкдаун, а значит самое время появиться духу и преподать ей жизненный урок. Да? Да? А то я знаю, что ты сейчас скажешься внизу. Нет, ты не посмеешься, посмею. Но, чел, ты же... Во-первых, Трейс и Джейн даже к проклятию никакого отношения не имеют. Они просто жертвы обстоятельств. Во-вторых, тебе же вроде просто с кайф отрывать бабочкам крылья. Ты садист? Или маньяк? Или все же больной на голову убийца? Ладно, фиг с ним. Исходя из флэшбека, он злой просто потому, что злой. Был злым, умер злым и, будучи мертвым, злой. Так что он просто берет и сбрасывает Трейс с этого обрыва. Ну что, третья смерть за сериал. Я вас поздравляю. Событие настолько шокирующее, что в следующей серии мы даже обходимся без доленющих пересказов прошлой серии. Вот это действительно желанный апгрейд. Трейс лежит над ней, это яма с пролитым вишневым соком. Конечно, по-хорошему ее должно было разбросать по углам. Но по этому максимуму можно было голову оторвать. И то не советую этого делать. Ну да, да, видите? Если ты становишься духом, а в ее случае духом в квадрате, то ты можешь воскрешать мертвых. Ну крутой чел, крутой. Можно подумать, дает ли это воскрешение сверхспособности или побочные эффекты? Является ли она теперь ходячим трупом? Нет, она просто умерла и воскресла. Вообще пофиг. И ей самой пофиг, что странно, учитывая ее характер. Менталка в норме, факт смерти не волнует. Какая разница, да? Через минуту бесполезных скитаний Трейс сталкивается с Мэри, которая свежа, как огурчик. И чем же они одаривают друг друга? Да ты что, сама не помнишь? Шоу, стоп! Флякс такая нас скидываешь с обрыва. Там было 3, 4, нет, 12 меня! Дальше я просто рассказываю свою идею с этой розовой кошкой. Не давая зрителям шанса самим додумать что и кого, я просто вываливаю свою задумку. А что если она может летать повсюду ночью и это... Но ее никто не видит и она может быть вернула меня к жизни? И остаток серии они просто идут. Справедливости ради, с ковром это хотя бы более-менее стало похоже на лес. Ну или хотя бы на поляну. Ну что, ребятки. End of season 1. Возвращение Алины предзнаменует очередную юморину и снижение планки серьезности. Ура, ура, ура! Джейн плюхается с обрыва и в отличие от некоторых остается целехонькой. Всем пофиг, что они снова вместе и они просто идут дальше. Пока ты меня не съела, пожалуйста, успокойся. Хочу есть, хочу есть. Пожалуйста, успокойся. Хочу спать. Дух снова всех разделяет. Джейн оказывается на стиральной машинке. Трейс в канаве с водой. А Мэри вернулась на кухню, но окружена темнотой. Меня уже откровенно достал троп с закидыванием Трейс в воду. Типа, окей, мы поняли, она не любит воду. Но она же вроде как преодолела страх воды уже 150 лет назад. Нет, в остальном же. Здесь я впервые решила использовать цветокоррекцию. На стройках не игралась. Просто кидала пресеты. Но это уже что-то. Что делать, находясь в промежной тьме? Конечно, носиться сломя голову. В этот момент девки внезапно обнаруживают, что обладают телепатией. Что? Я слышала чей-то голос. Откуда она взялась? Связано ли это с проклятием? Неважно. Это просто есть. Здесь пара кадров с Мэри пропали. Не знаю почему. Возможно, Вегас их просто не отрендерил. Потому что у меня был слабый ПК и потому что это Вегас. Все объясняют друг другу, где они находятся и заставляют Мэри идти куда-то на ощупь. Если бы я знала, куда я иду, то все будет... Достойно уважения. Ходила качаться и теперь ее хвост способен выдержать вес собственного тела. Просто верить и все? Еще один пробавший кадр. Если что, он выглядел примерно так. Разумное решение. Вы же мастера выживания. Я вам верю. И плевать, что вы литерали, только что спали, проснулись, не поняли где вы, обнаружили телепатию и дальше заваливаетесь спать. Тут же к ним прилетают одеяло. Подозрительно, да? Это ловушка. Какая ловушка? Мне насрать на свою жизнь. Однако, из всех персонажей кто-то ведь обязан запаниковать. Верно? И да, так и есть. Конечно же, запаниковала у нас... Джейн. Ну, естественно. В порыве паники она улетает на одеяле, как на парашюте. Прилетает к Мэри и в пофигах заваливается дальше спать. Трейс также прилетает к ним. Все счастливы, рады. Что спать? Но тут... На них падает еще целая гуча одеял! И отправляет их в другую локацию. Мэри отращивает боус и угрожает духу. Мне чисто пофигу. Но моих подруг не трожь! Да слушай, так боюсь твоих. Ха-ха-ха! Тот же просто внезапно ставит ее перед выбором. Красная или синяя таблетка? Есть два портала. Один отправляет их домой, а второй в какую-то игру. Какой милый мишка из Кока-Колы! А подвох есть? Обижаешь. Нету. Я так гордилась этим наездом камеры. Мол, вышло так кинематографично, эпично, красиво. На самом деле, подвоха здесь вроде как не было. А в чем конкретно была суть? Может, он накапливал какую-то энергию за счет того, что мучил их все это время? Теперь у него достаточно сил, чтобы терроризировать остальных? Может. А может, ему просто заняться нечем. Подруги полностью доверяют Мэри и говорят, что примут любой ее выбор. Мэри выбирает игру. Джейн в следующей серии. Итак, все заходят в портал. Тут были мои попытки в красивый монтаж, но скилла не хватило. Отлично. Ну, здравствуй, мир. Так заканчивается первый сезон. Что можно сказать о нем? Это было определенно странно и плохо продумано. Однако, видно, как понемногу у меня поднимался скилл монтажа. Типа, та же реверберация и попытка в переходы, какое-никакое развитие. Идеи, по сути, представляли из себя обычные комы пластилина, которые швыряли в стену, смотря что прилипнет. Персонажи не имеют стабильного характера, а ужастик создается за счет обычных криков и «О боже мой, красные гуаши». В общем, все в стиле обычной детской игры, снятой на камеру. Станет ли второй сезон лучше? Отчасти да. Будет скачок вперед в плане декораций, в последней серии даже монтажа и съемки, а вот в плане сюжета и персонажей... не совсем. Снимая этот сериал чуть позже, возможно. Но он снимался плюс-минус в то же время, что и ранее серия «Осколок» и «Беком Популяр». А вы уже должны быть в курсе того, как там все было плохо. Далее у нас на очереди... трейлер. Трейлер двух сезонов, если верить названию. Спонсировано Google Транслейтом. Начинается он с шизофрении. Ну вы же помните? Помните, что это ужастик? Помните? Забыли? После этой 10-секундной нарезки криков точно вспомните. Я тащилась от «Промисс». Наверное, в то время, дай мне волю, и я бы не вставляла ничего, кроме него. Вы находитесь в нашей школе магии. Школа магии? Можно подумать, что сейчас произошла машина Гарри Поттера. Но не совсем. Я тогда с этой франшизой не была знакома. Зато Алина была и что-то от Гарри Поттера туда вставляла. А я же ни на что конкретно не отсылалась. Мне просто нравился концепт школы магии. Из трейлера мы узнаем немного. Например, от одержимых местью духов мыло вылапнулись до быдловатых задир подростков. Вот это прогресс, ребята. Может даже показаться, что с этого момента сериал переметнулся на ситком. Хотя, камон. Он и до этого не особо справлялся с основным своим жанром. Также во втором сезоне появляется опенинг под песню Phenomenon от Thousand Foot Crutch. На тот момент я еще не любила рок. Я просто попросила песню у друзей и из всех вариантов выбрала эту. И у персонажей такие появляются фамилии. Они стырены из другого сериала. Но в свое оправдание скажу, что изначально придумала другие фамилии. Эти же мне скинула подруга. А я не знаю, что они из другого сериала решила взять их. Ибо звучало неплохо. Итак, второй сезон. Девчонок выплевывает в очередном лесу. Который в этот раз действительно похож на лес. Мы использовали зеленое белье и полотенце в качестве травы. Брали цветочные горшки и листики от мандаринов. В сравнении с тем, что было, это действительно большой шаг вперед. И самое ироничное, что такой лес встречается в каком-то другом мире, а не на земле. Девочки! Отличный выбор, Мэри. Давайте выберем игру. Ха! Джейн бесится на Мэри и первую бросают. Разумное решение. Что и следовало ожидать от экспертов по выживанию? Я научилась сделать дождь по какому-то туториалу на ютубе. Забавно осознавать, что эти сериалы и вот такое небольшое набивание руки в монтаже постепенно привело меня к тому, что я умею делать сегодня. Про диаметра 2 Мэри говорит. С момента, когда вы проснулись, встретились, пошли в портал и разбежались, прошло от силы минут 20. И вы опять ложитесь спать. Дальше все носятся туда-сюда. Впервые за все время действительно проявляют какие-то survival skills. Собирают ветки и листья. Ищут еду, ночлег, разводят костер. На это всего лишь потребовался целый сезон. Алина также сделала из листа подобие рюкзака. Ей это так понравилось, что она на протяжении серии сделала еще один. Я умею с носоручки. Девки мирятся. Попрошу заметить, они впервые извиняются за свои косяки. Реально, столько всего хорошего за одну серию. В это даже поверить тяжело. Если бы все так и шло дальше. Если бы. Давайте соберем ягоды и пойдем разжигать костер. Давайте уже разжигем костер. Что, прямо здесь? И нам надо укрытие. Да. А вдруг дождь пойдет? А вдруг какой-нибудь зверь? А там где ты сидела? Ой, безопасно? Вообще-то там темно. Правда? А не может быть? Я туда закажу только на ночь. А нам надо еще погреться. Все такое. Вот такое там и разжигаем костер. Пойдемте искать дров. Да мне здесь живет. Я могу смириться с небольшим буллщитом. Но зачем ты из кожи вон лезешь, чтобы придумать причину не ночевать в пещере? В общем, из этой тупой ситуации я выхожу так. Буквально за углом есть еще одна пещера и они типа идут туда. Алина, что с тобой? Почему, когда я говорю, давай разведем костер снаружи, ты говоришь, нужно делать это в укрытии? Я такая, окей, ладно. Я подыграю твоей версии. Находит укрытие. Давайте разведем костер снаружи. Алло, какого черта? После небольшого пиро с ягодами они ложатся спать. В этот раз на листья. А не на кровать, взявшуюся из воздуха. И это была самая нормальная серия из всего сериала. Минус булщит с укрытием, но ладно, прощаю. Дальше все равно лучше не будет. В следующей серии не шибко далеко отойдя от точки спавна, они врезаются в какой-то барьер, который я на монтаже хотела добавить и сюда, но из-за дергающейся картинки опять не получилось. То есть, ты думаешь, это что делать? Барьер исчез, и девки оказываются на пороге школы магии. Их встречает мужик в плаще невидимки, и без задней мысли начинает вываливать на них то, что это школа магии, тут скрывается от духа, и с каких-то фигов они теперь стали ученицами. Как все просто, однако. Ни тебе логики, ни здравого смысла. Дрейс, ну что за невежество? Не веди себя как... Как... Свинья. Е-е-е, вот оно! То, чего мы так ждали! Шутки про свиней. Буквальных свиней! Е-е-е-е! В столовой мы встречаем двух новых персонажей. Скажи мне на милость, почему ты опять не хочешь есть? Да я кто вообще, по-твоему, что много есть? Я что, по-твоему, потолстить хочу? Как вы понимаете, персонажи очень классные. Совсем как мои ногти. Гламурная дурочка Рокси. Для тебя, Рокси Дэвис. С высоким ЧСВ, мерзким характером и почти напрочь отсутствующими моральными принципами. И Том. Пес знает, кто он по жизни. Сначала это просто чувак, которого бесит Рокси, но ему не посчастливилось быть с ней с селеными по комнате. Однако пару серий спустя он станет свиньей, который постоянно жрет в столовке и все его диалоги сходятся к еде. И помимо этого, он вдруг влюбляется в Рокси и вообще начнет вести себя как дебил. Я пьяный! Вам! Все плохо. Трейс объедается рыбой, две другие вроде даже не успели ничего поесть, однако... Нет, мы просто хотим спать. Опять? Вы только проснулись, только сюда пришли и опять идете спать? Первая встреча с новыми персонажами проходит не очень гладко. Ну да черт с ними. Смотрите, там котик завеселит. Тролль в плаще заселяет девах Ктома и Рокси. Никаких заполнений документов, никаких расспросов кто вы и откуда. Вообще ничего, теперь вы просто здесь живете. Ты же знаешь, я за это тебя любить могу. Вау, you're such a good person. Все приходят в комнату. Рокси продолжает показывать свою бичи натуру, а лучше бы вместо этого полы помыла. После сессии юморин приходит директор и такой... Ну да, вы же был учениц. Мужик, ты тут вроде отвечаешь за все, а не они. Ну да, блин, наверное, раз пришли сюда, значит, вы ученицы. Ага, да, блин, кунг. Ого, какие цвета. Да, жена подбирала. Крутой диалог. Так-то я хотела сделать что-то наподобие большого книжного шкафа. И все эти прямоугольники должны были быть книгами. Но я устала их закрашивать, наверное, на 20-м блоке и просто забила. Так что теперь это просто какая-то плитка, наверное. Молодец, что выдаешь подобный инфурандум на девке из леса. Кто знает, с какими целями она пришла в эту школу. Техника безопасности? Проверки? Да зачем? И пофиг, если она сейчас возьмет и поджог устроит, чтобы дух сюда пробрался. Единственное, что он украл писки с очень мощными заклинаниями. Они были опасными. И оказывается, что именно в этой книге было заклинание, которое наложили на Мэри в конце одной серии. Когда ее глаза фиолетовыми стали буквально на один кадр. Интересная подвязка, конечно, но этот момент все равно потраченный потенциал. По словам Трейс, у меня наутро очень болела голова, но потом я очнулась в каком-то странном месте. Создавалось такое ощущение, что я упала. Было бы интереснее, если бы я потратила минут пять на то, чтобы снять визуализацию этого рассказа. Но вместо этого мы просто вынуждены смотреть на одни и те же нулевые ракурсы и слушать нудные разговоры. Вы ничего не знаете о розовой кошке? Ходят слухи, что она когда-то жила такой же обычной жизнью. У нее была семья, дочка и муж. Ее родственники погибли. Они все погибли от пожаров и от аварий. Потом она поссорилась с мужем и ушла. Она долго не возвращалась. Сотец пытался успокоить свою дочь, говоря, что мама скоро приедет. Но потом не смог скрывать ложь и сказал, что она умерла в аварии. Послушайте, это же бред. Но ведь бред, бред, послушайте. Так, а откуда вообще взялись такие слухи? По-моему, подобную информацию могут знать только муж, она сама и ее дочь. Кто из этих троих людей мог рассказать слух чертовой школе магии? Или мистер в плащине видимки промышлял сталкерством? Ибо этот мужик реально криповый. В следующей серии он терся в комнате ГГ, будучи невидимым. Но даже если так, зачем было следить за обычной среднестатистической семьей с земли? Пофиг. Плод конвиниенс. И нужны эти подробности лишь для того, чтобы Мэри повертела извилинами в голове и обнаружила сходство в этой истории с историей семьи Трейси. Вот это интрижки. Она до сих пор помнит свою дочь, но она не знает, как она выглядит, как вообще живет. Жива ли она вообще? Ну, походу, чувак вообще залез ей в голову, раз так достоверно подает инфу. Точно в курсе о том, что она знает, помнит и не помнит. Продумано. А можно мне какую-нибудь книгу там о истории духа дать? А что ты хочешь оттуда узнать? Его предысторию ты и так знаешь. А что было потом? Потом он начал издеваться над школьницами. What else do you need to know? Есть одна книга. Говорят, открыть ее может только избранный. А, ну короче, берем избранных из всех франчайзов и смотрим, кто из них по избраннее окажется. А вы не могли бы мне ее сейчас принести? Я должна срочно от него избавиться. Нет. Почему? В ее сердце подскажет ответ. Когда тебе это нужно, а когда нет. Короче, этот момент я до конца не продумала, но загадка заключалась в том, что дух был кем-то близким для Мэри. Либо реально каким-то кровным родственником, а не просто приемышем. Либо возлюбленным из другой жизни. Либо еще что. В общем, главное то, что этот момент должен был вызвать какой-то внутренний конфликт, из-за которого она уже не могла просто взять и заставить себя уничтожить духом. Следующая серия начинается со сна, который по сути должен был продолжать тему с той вкинутой загадкой. Но я дальше ничего не придумала. А когда пришла Алина, мы начали снимать серию с уже совершенно другой идеей и не имеющей отношения к Мэри, ее сну, загадке, книге и вообще всему этому. Зародился новый конфликт между Джейн и Рокси. Я потеряла цветок, который Джейн носила на протяжении дофига Леона серий. Так что мы решили подвязать этот момент, мол, Рокси его украла. Скучный бред, не будем застрять внимание. У меня полно хороших вещей из Италии, из Франции. Ты же из другого мира, нет? Ладно. Во, крутая маска. И, конечно же, я не заметила, что она неаккуратная из-за нестабильной картинки. Все приходят на урок полетов на метле по инициативе Алины. И собираются они почему-то прямо у входа в школу, а не в каком-нибудь внутреннем дворике, к примеру. После еще одной длинной сессии смешанных приколов Рокси принижает прейс. Потому что она плохая. Ты раздражаешь, ты тут лишняя. Ты никому не была нужна. И ты никогда не нужна. Трейс убегает в слезах, видит розовую кошку. Эээ, как? Ты же не спишь. А она физически не может появиться где-то помимо снов. Или это акт шизы такой. Или внезапный флэшбэк. Или что вообще? Трейс, ну что ты так обижаешься из-за этой дуры, Рокси? Трейс? Трейс, можно поговорить с тобой? Я просто хочу сидеть и ны. Мэри, как гениальная подруга, видя Трейс в ужасном состоянии, решает ей поведать правду о ее матери. Ну мне же папа сказал, что она умерла в аварии. Ладно, Трейс, я буду. Какой молодец! Просто сказочный человек. Трейс засыпает. Кошка как по щучьему велению приходит. Ты уже проснулась? Какие мы хорошие! А где мистический голосок? А может, расскажешь о том, как воскресила ее? Нет? Ладно. Стоило Трейс спросить. Это правда, что ты моя мама? Как на кошку сразу накатили флэшбэки. Ты понимаешь, что здесь, в квартире, находится ребенок, а ты все время приходишь, не пойми в каком состоянии. Все, я тебя съезжаю. Значит, Трейс осталась с батей-алкоголиком, так как мать не успела забрать ее с собой. Попала в аварию, и тогда ее заколдовал дух. Не будем задаваться вопросом, зачем им понадобилась рандомная женщина, которая попала в аварию, какая разница? Алина, конечно, немного запоролась, сказав сначала... Я не могу ожидать, как ты страдаешь из-за меня с папой, и я решила, что лучше люблю я. Но я быстро ее поправила. Ты хотела за мной вернуться, да? И она такая... А, да, точно. Итак, мы узнали оригин кошки. Больше она в сюжете не появится. Следующая серия просто филер. Она начинается с того, что Рокси пранкует Дивах, облив их из водяного пистолетика. Джейн это так задело, что на протяжении серии она проливает на Рокси кофе, подменяет ее шампунь и насыпает муку в фен. Литерально вся серия. Единственное, на что я обращу внимание... У Джейн с собой телефон! И ладно бы он сел за все эти дни. Но нет, прекрасно работает. Почему она им не пользовалась все это время, во-первых? Во-вторых, почему он все еще не сел? У тебя с собой зарядка? И даже если так, в этом мире электричество работает так же, как на земле? Впрочем, неважно. Главное правило филеров. Все, что в них происходит, в них же остается и никак не прикликается с основным сюжетом. Шкила, которой по классике жанра нечего делать, кроме как ржать над всеми и вся, кекают с Рокси, которая в муке бегала по коридорам. Всех все время критикуют, а сама... Ну да-да, конечно. Алина хотела сказать, обсирает. Но я ей не разрешила. Поэтому она быстренько начала придумывать подходящий синоним. Быстро иди сюда! И ты не смеешь меня критиковать, понял? Да, боже, критика, вселенское зло! А как ты это сделал? Вместо ее шампуня я налила туда зубную пасту Тома. А потом синоним... Спасибо, боже! Мы же не потратили буквально целую филерную серию на это. И что хуже? Говоря это, ты колонизируешь филер! Подруги Джейн сначала тоже покекали, через секунду переобулись и такие... Ой, ну как-то некрасиво. И просто пошли в столовую. Я еще этого не говорила, но все вечно ходят в эту столовую. Пойдем в столовую. Пойдем в столовую. Пойдем в столовую. Пошли в столовую! Кто-нибудь из вас пойдет в столовую? В столовую ходим. Идем в столовую. I must go to столовка. Рокси думает о том, как отомстить в отместку за все приколы Джейн. Да, действительно. Зачем цивилизованно решать проблемы, если можно ходить по этому порочному кругу ненависти, руинить жизнь других и самому себе в том числе, ничего хорошего в конечном итоге не добиваясь? Ну, я вижу, тебе нужна помощь. Дух проник в школу. Алло? Очень мощный барьер? Да что мне эти барьеры? Справедливый аргумент. Ладно. Тебе ведь надоело Джейн и ее подружки, да? Да, они мне надоели. Я выхожу из ванной. А она на меня кофе проливает. Я так... Я все это видел. Да неужели кто-то это сказал? Короче, Дух предлагает Рокси сделку, которая поможет ей отомстить за мучный инцидент. Пока не говоря об условиях. Рокси задумывается, паникует, начинает от нервов есть морковь, что осуждают все вокруг. Эу, есть морковка, но и бра. Она ест морковку. Да уж. Мы с Алиной ненавидели морковку в детстве и, наверное, поэтому влепили эту сцену. Потразила столько времени, чтобы одеть очки. Да вы достали уже. Короче, еще после кучи ненужных сцен и ржак-смеяк, Рокси соглашается на сделку с Духом. Ночью в двери открывается портал, куда Рокси заходит, и Дух, наконец, просвещает ее в суть сделки. Сейчас ты пойдешь в библиотеку и возьмешь там книги. Всех этих жалких книг мне нужна только одна. Значит, мужику нужна книга о нем же. Что-то может быть интересного, кроме его биографии? Или эта магическая книга сама в себе написала какие-то способы его уничтожить? Чешо? Фиг знает. Факт лишь в том, что сам он почему-то взять ее не может. Либо жопу от дивана оторвать сложно, либо из всех мест именно в библиотеку он попасть не может. Рокси проникает в закрытую библиотеку, находит книгу, просто пожелав, чтобы та прилетела к ней. Вау! Настолько важную книгу может взять вообще любой просто пожелав. Или всем пофиг просто потому, что... Открытие может только избранник. Ладно, эта школа и без того максимально халадная. Вернувшись в комнату, еще одна ненужная сцена, где Рокси всех будет, в лучшей традиции мерзопаказных соседей, врубив громко музыку и фен. Трейс из всех персонажей это бесит, и она со всей дури бьет Рокси. Это немного дало поддых ее миролюбивой натуре и бла-бла. Но че я говорю, ведь тут есть очередная экспозиция! Вау! А во время следующей экспозиции девки находят очень хорошо спрятанную книгу. Рокси сегодня такая странная была. Проснется, придет, придет, обратно, видишь, ау! Пожалуй, единственный уместный случай экспозиции, ибо тяжело найти повод заглянуть ей под кровать. Это та книга, которую мне говорили. Откуда ты знаешь, как она выглядит? Или там так и написано? Следующие серии сняты на фотоаппарат. Так что прошу любить и жаловать плохо настроенный фокус в 90% сцен. What the hell is this? В начале серии девки вспоминают, что уже долго не были дома. Но только Джейн это не парит. Родители уже, наверное, панику подняли. Мама, Трейс в курсе, что мы здесь? Джейн! Трейс, 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 что с матерью, Боже. Разве что Джейн скучает по Джону. Ну-ну, помните Джона? Пацан, которого Джейн любит, был буквально в паре серий, а я его не забыла, вот. Возвращение старого доброго хе-хе. Херовый хромакей. И это единственная сцена за весь сериал, диалог, для которой я сначала записала в блокнот. То есть, буквально, единственный момент со сценарием. Мужик говорит ей принести книгу через два часа. Почему ты просто сразу ее не взяла с собой, умница-разумница? Как минимум, на одну серию стало бы меньше. Рокси возвращается в комнату, в которой произошла перестановка из-за того, что я потеряла часть декора за лето. Но это сыграло на руку, так как пропала кровать Рокси, под которую она прятала книгу. Девочки, до какой книги речь? Ну, короче, эта книга... Куда? Ого! Впервые я обрезала экспозицию. Спасибо! Всего-то 20 серий на это потребовалось. Рокси подозревает девах в краже, украденной книге, что еще сильнее портит отношения между ними. Она... в кои-то веки. У Рокки использует о них заклинание трансфигурации. С каких пор такую магию можно использовать на учениках? А, да, халатная школа. Забыла. Кстати, нашей троице, в отличие от остальных учеников, можно было лишь читать учебники на протяжении всего учебного года и не прикасаться к магии. Это было небольшое развитие лора, о котором я расскажу уже в конце сериала. Девахи достают книгу и собираются вернуть ее в библиотеку. Рокси их за этим палит и вырывает книгу прямо из рук лап. Арибедерчи, сеньорите! Нет! Книга у нее! Ведь она ничего плохого нам не сделает. О, нет! Она украла книжку с биографией духа! Мы точно умрем! Рокси телепортируется в самое удобное место для встречи с духом. Место, где точно в течение дня никто не будет ошиваться. Школьная библиотека. Вот. А снять заклинания с нее? А-а-а! Макаримашта! Ну, епросто! Ты мог сам взять эту книгу и просто сказать Рокси снять с нее заклинания и уже потом ее прокинуть. И да, действительно мог, ведь сейчас ты находишься в библиотеке. Настолько меньше нервотрепки было бы. Ты мне не нужна! Как неожиданно. Дух ее предает и бросает на верную смерть, устроив пожар. Ну, типа, отсылка на ту историю с пожаром. Да-да-да. В этом сериале очень любят огонь. Мы горим! Мы горим! Мы все сдохнем! Да как же пофиг! В первый раз, что ли? Всех эвакуируют. Рокси спасают. Ура-ура! И вот этот опасно-ужасный пожар тушат спустя 4 минуты серии. О-о-о! Шутки про черепах! Дальше джи... Ой, извините. С какого-то перепуга Мэри делает выговоры Рокси за украденную книгу и прочий буллщит. Где книга? Которую ты отдала духу! Ты не х***ь, экстрасенс! Сцена юморина с вбросом о том, что Трейс влюбилась в парня, в которого буквально влетела. Но оказывается, это парень, который нравится Рокси. И Трейс, будучи доброй и милой девочкой просто спокойно с ней все обговаривает. Не знаю. Это тебя нет. Я вообще авица жив. ЧЕГО? Так, кого Рокси обосрала несколько серий назад так, что она в своих слезах топилась еще несколько часов. Так, кто вроде никогда не была конфликтной и кого совесть пожирала за то, что один раз кого-то ударила, теперь выдает панчи с триллионом оскорблений в секунду. И при том, что панчами курировала Трейси, именно она почему-то больше разозлилась и произошла сцена самоповтор, выража которую ничего не поменяется. В конце серии Джейм берет какую-то книгу, с помощью которой можно следить за людьми? Нет, буквально. Она называет имя Джона и видит, чем он занимается в данный момент. Откуда ты узнала об этой книге? И почему такая в моральном и легальном плане ужасная книга вообще существует? Не важно. Просто нужно было загубить в Джене единственную вещь, которая могла тянуть ее домой. Джон пишет дневник, что уже звучит максимально тупо и банально. Пишет он о том, что нашел себе новую девушку. Что за фэки ты вкидываешь? Джейм просто тебя симпила все это время. Теперь Джейм хочет навсегда остаться в этом мире и школе, ибо дома ее ждут только проблемы с семьей, одноклассниками, а Джон уже кем-то занят. Это должно было развиваться в третьем сезоне, который я не начала снимать. Последняя серия визуально самая приятная. Кому же в то время я начала снимать без рук. Мэри просыпается за среди ночи и к ней приходит дух. Она звучит так, будто ей вообще фиолетово. По какому-то там барьере затирали раньше, а дух вот он во всей своей красе. Короче, дух вернулся к старому доброму терроризированию школьников, что приводит к целому аниме-файту за сверхспособностями. И она в принципе реализована довольно неплохо. Единственная проблема отсутствие звуковых эффектов в некоторых местах или же они плохо подобраны и все происходит слишком быстро. Мэри каким-то образом смогла поставить барьер, впитать и отразить магию, после чего дух исчез. Все эти Power Inside Me штуки тоже должны были развиваться в следующем сезоне. Что? Ты спасла меня? Ты спас нам жизнь! Мы благодарны тебе! И прикиньте что? Вот эта сцена заставила Рокси меняться в характере. Не первый раз, когда она чуть не погибла в библиотеке. Ладно, если бы она еще с тех пор начала меняться. Но этого не было. Конечно, я могу начать затираться за защитную реакцию и прочие прелести психологии, но это то, что я бы с радостью делала сейчас. Копалась в головах персонажа Акифрик какой-то. Но тогда это было мне не посильно. Девки идут в нашу любимую столовую, где Мэри начинает показывать первые звоночки. Ей захотелось есть мясо. Очень много мяса. В мире ЛПС это можно относить к мифизму, учитывая, что здесь все виды сосуществуют друг с другом. Разумные свинки, коровы, куры, рыбки и даже собаки. По сути, уклон шел именно в эту сторону, ибо дальше с Мэри должен был происходить тот еще гриповый щит. Портал между вашим и нашим измерением обычно открывается раз в 300 лет. Но завтрашний день стал исключением и вы сможете вернуться домой. Так, портал, который открыл дух, это тот самый портал, который открывается раз в 300 лет. Или дух вертел эту систему порталов и может бегать между измерениями когда душа угодна. По сути, да, ибо в конце первого сезона он не отправился в этот мир. Но скорее всего я просто забила на этот момент. А в этом мире видимо никто не способен открывать портал в другие миры. Вы буквально попущены мертвецом. Сезон резко заканчивается на том, что девочки теперь могут вернуться домой. Все рады, кроме Джейн. Конец получается. Затем я сделала опенинг к третьему сезону и в нем даже вернулись изначальные фамилии. Но все кадры здесь были из второго сезона. Так что это больше походит на опенинг к нему. Мне просто очень хотелось сделать этот опенинг как можно быстрее. Поэтому я решила обойтись уже отснятым материалом. Третий сезон должен был называться Кровавая Мэри. Единственное, что осталось от этого сезона коряво расписанная идея, которую я скинула своей подруге. Но оно было написано максимально имбицильно и я сомневаюсь, что она хоть что-то поняла, если вообще читала. Для вашего же блага постараюсь более понятно все это расписать. Раньше в этом мире все было совсем как на земле. Все изменилось с приходом духа. Время начало протекать иначе. Два дня в этом мире равнялись одному часу на земле. Каким пообразом у всех появилась магия, но никто не мог ее контролировать, из-за чего первое время было очень много случаев смерти от нее. Постепенно ее учились контролировать и создали школу магии, что было необходимостью, дабы выжить в этом мире. В этой школе учатся 18 лет. Первый год читают книги, дабы понять всю опасность магии и важность ее изучения. Второй год практика и далее в таком же порядке. Каждые пять лет одного ученика что-то сводило с ума. Те начинали творить опасные вещи и терроризировать невинный люд. В этом году это проклятие пало на мэре, из-за чего она и начинает странно себя вести и думать о кодиаризме. Так она будет постепенно сходить с ума, но уже дома на земле. Она вернется туда вместе с Трейс. Джейнджи решает остаться в школе и даже начинает ладить с Рокси, которая пересмотрела свой взгляд на вещи и начала тянуться к девочкам. В конечном итоге Мэри должна была стать кровавой Мэри и устроить ад на земле в стиле Кэри, ибо я тащилась по ней в то время. А чем все закончилось, я тогда не придумала. Не забываем еще про тот закидон с тем, что Мэри и дух как-то связаны, и у нее должен быть внутренний конфликт на этой почве. Вот и вся история этого сериала. Было долго и местами нудно, но мы это оселили. Как всегда, надеюсь, что вы посмеялись и пофейспалмили со мной. А может, местами было даже интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова